Пилог. 11 сентября. Когда в ноябре 1997 года я собирался отдавать в печать первое издание этой книги, погибла принцесса Диана. Я отложил издание, чтобы написать эпилог, в котором попытался дать интерпретацию этого на первый взгляд трагического события с точки зрения радикального прощения. В данном издании размышления о смерти Дианы включены в 10 главу «Миссия прощения». В этом году я закончил работу над вторым изданием перед тем, как отправиться в мировое турне, которое началось 20 августа. Я собирался отдать книгу в печать сразу после своего возвращения в США в конце ноября. Однако за время моего турне мир очень изменился. И вот я опять пишу эпилог в качестве постскриптума к своей книге. Предупреждение. Если вы обратились к этому эпилогу, не прочтя саму книгу, вам многое может быть непонятно. Не исключено, что некоторые вещи даже покажутся нелепыми и обидными. Если вас одолевает любопытство, читайте дальше, но, пожалуйста, постарайтесь не оценивать сказанное ниже, пока не прочтете предыдущие главы. И еще. Постарайтесь, чтобы впечатление об эпилоге не вылилось в предубеждение по поводу всей книги. Ужасные новости настигли нас с Джоанной, когда мы находились в самом центре Австралии, неподалеку от скалы Айр-Рок, ныне Улу-Ру. Мы как раз собирались совершить особую церемонию примирения. Как и все остальные, мы были буквально парализованы случившимся и почти весь день провели перед телевизором. Не зная, что еще делать, мы на следующий день отправились к Улу-Ру и совершили трехмильный обход вокруг подножия этой священной скалы. Наша группа состояла из 15 человек, и все мы шли молча, храня покой в своих сердцах и творя безмолвную молитву. Одновременно мы позволяли себе в полной мере испытывать грусть, гнев и дурные предчувствия в связи с происшедшим. Позже собравшись, чтобы обсудить трагические события в Нью-Йорке и Вашингтоне, мы дали волю этим чувствам и задались вопросом, который в те дни не давал покоя всему миру. Почему? Будучи последователями философии радикального прощения, мы все знали, что ответа на этот вопрос не существует. Во всяком случае, до тех пор, пока нам недоступна общая духовная картина мироздания. И еще мы знали, что почему – это вопрос жертвы, и обрести покой можно только допустив, что любая ситуация обязательно содержит в себе божественное совершенство. Но мы все равно задавали себе эти вопросы, пытаясь найти в случившемся хоть какой-то смысл. Ведь мы, как и все, пребывали в состоянии глубочайшего шока. Потом, в течение всего этого тура по Австралии и Новой Зеландии, меня постоянно просили истолковать события 11 сентября с точки зрения радикального прощения. Мои знакомые в США тоже просили меня написать по этому поводу статью для публикации в каком-нибудь журнале или для размещения в интернете. Но я не спешил. Было еще слишком рано. Я всегда отмечал, что радикальное прощение не является кризисной техникой, и бесполезно говорить человеку о божественном совершенстве ситуации, пока еще слишком остра боль от случившегося. Поступать так значит нарушать естественный ход процесса радикального прощения, опуская вторую, самую важную стадию – переживание чувств. Тем самым я бы, несомненно, нанес обиду людям, которые в тот день потеряли близких и еще не оправились от боли. Им нужно наше сострадание и поддержка, а не духовное решение. Преждевременные духовные решения – любимая уловка людей, которые используют духовность для того, чтобы спрятаться от собственных чувств. Это не более чем духовно обходной маневр. Дело совершенно бесполезное. Сила для исцеления и трансформации приходит с полноценным опытом жизни на уровне чувств, а не с объяснениями. Даже радикальное прощение превращается в жалкую пародию на себя же, если вся наша работа сводится к попыткам объяснить необъяснимое. Однако нельзя сказать, что не было очевидно, будто это событие, и все, что оно могло за собой повлечь, было для нас прекрасной возможностью исцелиться и по-новому проявить себя в мире. И нельзя сказать, что Вселенная не дала нам своих обычных подсказок, что и в этой непростой ситуации работал Дух и присутствовала Любовь. Работая над эпилогом о смерти принцессы Дианы, я старался предложить читателю разумную интерпретацию случившегося в свете представления о духовной миссии человека. В случае событий 11 сентября я не готов предпринять такую попытку. Дело не только в том, что еще слишком рано. Честно говоря, у меня пока просто нет приемлемого объяснения этих событий. И в отличие от смерти принцессы Дианы, это неизолированные события. К тому же они пока еще не завершились. Они еще разворачиваются. Возможно, на каком-то этапе ко мне придет прозрение, как это было в случае Дианы. Тогда, если будет уместно, я вернусь к этой теме. Возможно, даже напишу книгу, поскольку уверен, что когда падет завеса, заслоняющая от нас суть событий 11 сентября, окажется, что эта история полна глубочайшего смысла. Не исключено, что речь идет о выживании человечества или даже всей планеты. Я полагаю, что на кон поставлено никак не меньше, и уверен, что обязательно еще вернусь к этой теме. Однако пока мне приходится ограничиться тем, чтобы сделать то, что я сам проповедую. Иными словами, я отказываюсь от потребности разбираться, что к чему, или выдумывать историю, которая помогла бы мне считать себя хорошим. Уловки эго. И обращаясь к уместному в данном случае инструменту радикального прощения «Четыре шага к радикальному прощению». Смотрите главу 22. Ниже я показываю, как, используя этот инструмент, мы можем изменить энергию вокруг ситуации 11 сентября. Использование четырехшагового процесса применительно к событиям 11 сентября. Четырехшаговый процесс — это инструмент, помогающий нам не попасть в страну жертв. Данный инструмент следует использовать в тот момент, когда происходит что-то плохое, чтобы не оказаться вовлеченным в драматическую ситуацию слишком сильно и не забыть истину. Хотя процесс подробно описан в 22 главе, я сопровождаю каждый шаг кратким объяснением, после чего следует пример внутреннего монолога для каждого из этапов. Знайте, что даже когда вы просто читаете этот текст, энергия вокруг ситуации изменяется. Возможно, вы этого не почувствуете, но я ручаюсь, просто уделив внимание этому процессу и своим чувствам, вы тем самым внесете свой вклад в исцеление мира. Спасибо вам за это. Шаг первый. Смотри-ка, что я сотворил. Один из духовных принципов, и спешу заметить, он находит подтверждение в современной квантовой теории и других областях науки, состоит в том, что все происходящее во внешнем мире является отображением нашего сознания. Говоря себе «смотри-ка, что я сотворил», человек тем самым допускает, что он причастен к созданию текущей ситуации и что она необходима для его исцеления или духовного роста. Это первый шаг по направлению к тому, чтобы в определенной мере взять на себя ответственность за то, что происходит в нашей жизни. «О боже, смотри-ка, что я сотворил. Возможно ли, чтобы я был причастен к этому ужасному злодеянию? А ведь должно быть именно так, поскольку я знаю, что все мы участвуем в создании нашей реальности. Но это... Конечно же, я тут ни при чем. О боже, насколько легче было бы обвинить во всем одного Усаму Бен Ладена и считать себя совершенно непричастным к созданию этой ситуации. В конце концов, я не террорист. Во всяком случае, надеюсь, что нет. Я не думаю, как террорист. И я никому не причинял бы вреда. Лучше я стану отрицать свою причастность к этим событиям и отправлю в страну жертв, буду требовать отмщения и винить всех и вся, включая Америку. А ведь неплохая идея во всем обвинить Америку. Широкое поле для деятельности. Но ведь это только отговорка, разве нет? Несомненно. Винить Америку все равно, что винить Усама Бен Ладена. «Черт». Но все остальные отрицают свою вину. Почему я должен вести себя сознательнее? Ну ладно, ладно. Допустим, я несу за это ответственность. Ведь я же знаю, что это правда. Я создал эту ситуацию, конечно, вместе со всеми остальными. И я знаю, что для этого были определенные причины. Однако от этого мне не лучше. Я полон страха, печали и ярости. Шаг второй. Я вижу свои суждения и люблю себя за то, что они у меня есть. На этом этапе мы признаем и с любовью принимаем свои человеческие качества. Будучи людьми, мы обязательно составляем ряд суждений и оценок относительно всего, что происходит во внешнем мире. Однако понимание этого помогает нам оставаться сознательными, а также сохранять связь со своими чувствами и со своим истинным существом. Я возмущен. Как можно было сделать такое? Гады, фанатики, изуверы. Воплощение зла. Мы должны призвать их к ответу, а лучше просто убить. Как можно было допустить такое? В ЦРУ покатиться головы – это уж точно. Нужно найти и убить Усама Бен Ладена. Он грязное животное. Уф, но и суждение. Однако я не осуждаю себя за них, хотя и понимаю, что ничего хорошего в них нет. На самом деле, даже наоборот, я люблю себя за то, что испытываю жажду мщения. Позвольте признаться, я бы с огромным удовольствием отомстил им за то, что они сделали. Да-да, око за око, и это будет справедливо. Вот только бы до них добраться. Хорошо, хорошо. Я знаю, что принимаю внешние проявления вещей слишком близко к сердцу и руководствуюсь архетипом жертвы. Но я ведь тоже человек, правда? И я люблю себя за то, что боюсь нависшей над нами опасности. Что дальше? Сибирская язва, чума, атомная бомба. Меня дрожь пробирает от одной мысли об этом, и я признаю, что напуган. И еще я люблю себя, потому что чувствую вину за то, что причастен к созданию всего этого. Я знаю, что чувство ответственности подразумевает понимание, что мы всегда создаем все ради своего же высшего блага. Но я не в силах избавиться от ощущения, что если бы мое сознание было более духовным и чистым, я не создал бы такую реальность. Я создавал бы любовь и свет, мир и гармонию, а не смерть и разрушение. Шаг 3. Я хочу увидеть совершенство в данной ситуации. Здесь мы позволяем себе допустить, что даже в этом на первый взгляд ужасном событии присутствует божественное совершенство, и мы увидели бы его, если бы перед нами открылась вся картина. Мы видим и знаем лишь крохотную частичку целого. Наше духовное зрение еще не вполне развито, чтобы видеть всю панораму. Хотя мне кажется, что мы близки к этому, и события 11 сентября помогут нам прозреть окончательно. Все, что нам остается, проявить чуть-чуть желания открыться для возможности, что в ситуации кроется совершенство. В этом сущность радикального прощения. В этом состоит переформулировка ситуации с точки зрения радикального прощения. Однако, подчеркну, это не означает, что мы не должны предпринять все меры, чтобы подобное больше не повторилось. И это не означает, что мы не должны привлечь виновных к ответственности. Мы живем в человеческом мире и обязаны действовать в соответствии с человеческими правилами. Даже если они требуют, чтобы мы шли на войну. Однако при этом нам необходимо осознавать, что по-настоящему истина. Хорошо, хорошо. Я готов пока отказаться от своей ненависти к Усаме бен Ладену и его друзьям-террористам. Хотя бы на несколько минут. И открыться для возможности, что все это случилось по определенной причине. А также допустить, что если бы нам была видна вся картина происходящего, то я увидел бы во всем этом совершенство. Несмотря на тот факт, что политики обязаны сделать все для того, чтобы подобное не повторилось. Даже в том, как все это выглядит сейчас, я вижу немало указаний на то, что события 11 сентября имеют особое значение для человечества. Так что, может быть, все это действительно было задумано духом. Как душе Иуды было предназначено предать Христа, чтобы он мог исполнить свою миссию, так, возможно, Усамы бен Ладену было предначертано потрясти человечество, чтобы оно больше не могло закрывать глаза на истину о том, что оно собой представляет на самом деле. Возможно, душам людей, погибших в этой катастрофе, было суждено совершить свой переход в иной мир именно таким образом, чтобы человечество могло проснуться от своего сна об отделении от источника. В конце концов, невозможно представить себе более выразительную демонстрацию мифа об отделении. Даже если это так, и несмотря на то, что я знаю, что смерть нереальна, я хочу почтить память погибших 11 сентября и помочь их близким увидеть смысл в этой трагедии. Мне вспоминаются слова Уинстона Черчилля, сказанные им перед Палатой общин после битвы за Англию об английских летчиках, оборонявших Британию от немецких люфтваффе в небе Южной Англии в 1941 году. «Никогда прежде в истории человеческих конфликтов столь многие не были так сильно обязаны столь немногим». В честь жертв событий 11 сентября мне хотелось бы перефразировать его слова. «Никогда прежде за всю историю эволюции столь многие не были так сильно обязаны столь немногим». И я добавлю, только бы нам удалось понять этот урок и сделать все необходимое, чтобы их жертва не была напрасной. И теперь, когда мое желание увидеть совершенство в случившемся стало сильнее, я чувствую, что все эти люди погибли ради того, чтобы все мы могли жить в мире, чтобы люди пробудились и вспомнили, кто мы есть. Или ради того, чтобы мы поняли, жизнь не такова, как нам представляется. Или, может быть, они погибли ради того, чтобы люди научились смирению, терпимости и прощению. Или ради того, чтобы прекратили разрушать себя и планету. Или ради того, чтобы люди осознали, что мы все одно. Что ж, теперь я чувствую себя совсем не так, как пару минут назад, когда я был готов своими руками удавить Усаму Бен Ладена. Я немного расслабился, сердце мое открылось, и во мне понемногу пробуждается уверенность, что за этой ситуацией стоит что-то прекрасное, и что все происшедшее устроено духом. Теперь я готов сделать новый выбор. Шаг четвертый. Я выбираю энергию покоя. Такой выбор – следствие прохождения предыдущих шагов. Это покой, который мы чувствуем, сдавшись перед совершенством ситуации. В результате мы обретаем силу действовать в мире полноценно и осознанно, независимо от того, что именно нам приходится делать. Даже солдат в бою, несущий в своем сердце энергию покоя, будет выполнять свой долг намного эффективнее, чем тот, у кого такой энергии нет. Что бы ни делал человек, пока энергия покоя с ним, он пребывает в состоянии благодати, и тогда он может изменить мир. Хорошо, я выбираю энергию покоя. Я позволяю источнику истинной силы открыться во мне. Это происходит с осознанием, что, несмотря на любые свидетельства в пользу обратного, все вокруг подчинено божественному порядку. Я отпускаю свою потребность винить кого бы то ни было, в частности, Усамы Бен Ладена, за наши горесть и боль. Покой приходится с осознанием того, что в общей картине вещей нет добра и зла. Несмотря на то, что, живя в человеческом мире, я различаю добро и зло, мне не подобает судить людей жестко и без сострадания, поскольку я знаю истину. Мы все духовные существа, добровольно переживающие человеческий опыт, и мы делаем все необходимое, чтобы выполнить свою духовную миссию. Сейчас я чувствую, что эта ситуация полна любви, а мое сердце покоя. Процесс завершен. Он может отнять у вас всего несколько секунд, или, если вы настроены предаться глубоким размышлениям, около часа. Независимо от продолжительности, он окажет сильнейшее влияние на вашу душу и на мир. Ведь, в конце концов, это разновидность молитвы, а молитвы всегда бывают услышаны. Поэтому я предлагаю вам продолжить эту молитву, регулярно заполняя анкету радикального прощения об Усаме бен Ладене и о других людях, которые вызывают у вас сильные враждебные чувства. О том, что молитва обладает силой, известно с незапамятных времен. Однако лишь недавно ученые выяснили, откуда эта сила происходит. Она рождается не словами и даже непроецируемыми мыслями. Сила молитвы зависит от того, насколько сильно мы чувствуем в момент моления те самые чувства, которые переживали бы, если бы наша молитва была услышана. Вот как творятся чудеса. Конечно же, мы хотим покоя. Поэтому многие учителя совершенно правильно наставляют нас нести покой в своем сердце для того, чтобы исцелить мир. Но как этого добиться? Не так уж легко обрести покой, когда тобой владеют гнев, страх или, хуже того, неприятие. Нужны какие-то инструменты, которые помогут нам в этом. И я надеюсь, что четыре шага к радикальному прощению помогли вам обрести это состояние покоя. Мы признаем, что обретение покоя – это путешествие. Мы начинаем с того, что признаем и понимаем отнюдь неспокойные чувства, мысли и суждения, а затем приходим к желанию увидеть за происходящим более глубокую истину. Лишь тогда нам удается ощутить настоящий покой. Тут нужно кое-что прояснить. Покой не означает отсутствие проблем. Он не зависит от определенного исхода дела. Если человек привязан к исходу, он не ощутит покоя. Покой приходит только тогда, когда мы отдаемся во власть Духа и знаем, что все подчинено божественному порядку. Поэтому я хочу завершить этот эпилог молитвой о радикальном прощении. И прошу вас нести эту молитву в своих сердцах, пока разворачиваются события, начавшиеся 11 сентября. Молитва Объяв всех и вся, чтобы мы могли всей душой почувствовать и с полной искренностью сказать, что мы одно. Продолжение следует... Вы прослушали книгу Колина Типпинга «Радикальное прощение». Текст читали Кабидов Артем, Екатерина Струкова, Михаил Самохвалов. Если вам нравится эта аудиокнига, то поставьте лайк или оставьте комментарий. Это позволит наибольшему количеству людей познакомиться с этим удивительным методом. А если вы хотите перейти от слов к делу, то получите бесплатный базовый набор анкет радикального прощения для трансформации и начните менять свою жизнь к лучшему. Ссылка на анкеты находится под этим видео.